У вас животные есть дома? У нас пока нет животных, но это все-таки очень такое, знаете, из-за детей. Да, у вас же третий появился только в прошлом году. Маленький, совсем полгода. Животные это некая пыль, аллергия, знаете. Да, говорят, говорят, очень терапевтическая вещь, вот коты. Это вот Соломон, он бездомный, и мы пристраиваем котов, нам привозят кошек. На выдание, и мы вот котов отдаем либо нашим гостям. Только не отдавайте, я не знаю, не буду знать, что с ним делать. Нет, мы насильно это всучить не можем, мы предложим зрителям, вот зрители посмотрят на Соломошу, ему месяца 8, он пока не кастрированный, вот, пока он мальчик, но очень ласковый и послушный. Выходи, сказать, что у него все к этому предпосылки есть. Да, он уже вот хвостом поджал в этих словах. Ну, нет, хвостом прямолую подожмет любое. Мы сейчас его отдадим хозяйке, и я к вам вернусь, чтобы поговорить о детях. Значит, у вас разница у сыновей 10 лет, я так понимаю, да? У сыновей 10, а у детей получается 5,5? А? По 5. Да, 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 то есть у вас раз в пятилетку вы... Ну, мой друг один, Царствие Небесное, шутил на этот счет, типа, вы с женой что, один раз в 5 лет этим занимаетесь? Шутка, конечно, но такая, она мне в голову почему-то все время вспоминают. А вы вообще как относитесь к тому, когда шутят? Ведь право шуток массово в сети демитригаторы. Прекрасно отношусь к шуткам, при том, что, наверное, есть шутки, которые, может, даже переживут своего героя. Народный фольклор, ну, наверное, это все-таки действительно показатель какой-то известности у людей. Когда про меня рассказали первые анекдоты, я услышал, я был лишь третьим лицом, там был Кличко, там был Лихович, на тот момент мы все были чемпионом мира, я, шутка состояла в том, что на основании там таких якобы Кличко, а он тогда еще активно боролся за место мэра Киева, ну, соответственно, мэр Минска это был Лихович, а я мэр, ну, губернатор, у нас говорят, Санкт-Петербурга. Ну, там и разыгрывалась вот эта вот карта в этом анекдоте. Я так улыбнулся, посмеялся, но это был такой большой стартап, и на самом деле сейчас я не упомню просто всей палитры анекдотов. Я тоже с Пересречи с вами читал, мне очень понравилось, что воры забрались в дом Валуева и вынесли все, пытки, унижения, побои. Ну, это из не очень давнего, да, это я еще сам помню, при том, что мои друзья зачастую почему-то именно эту шутку рассказывают. Ну, она такая, она запоминающаяся. Не политкорректно, но без злого умысла, иронично, но без сарказма, пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24. Добрый день, друзья, не другие. Эту беседу с Николаем Балуевым записывал в 13-м году, 10 лет назад. Да, была такая традиция у нас в программе. Правда, 24 мы пристраивали приютских котов. Надеюсь, и судьба этого котика сложилась, хотя за 10 лет, наверное, он уже счастливо ушел на радугу, как принято говорить. Но очень рассчитываю, что после эфира он нашел хозяев, и эти годы прошли у него чудесно. Не хуже, чем у Николаем Балуевым.